Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку для учащихся 7-8 классов муниципальный этап разбор заданий. Работа начинается с задания на аудирование. Максимальное количество баллов за данное задание 15. Текст для прослушивания длится около 3 минут. Героиня рассказа Сара Гарсия Алонсо «Первая испанская женщина-космонавт». Зиктор начитывает текст в темпе, доступном для понимания учащихся 7-8 классов. В первых семи заданиях необходимо определить, верно или нет представленное утверждение в задании альтернативных ответов. Вопросы «Сара pasала ночью observando cielo ночью с друзьями. Правильный ответ А. Вердаде́ро». Водир в негварица. «Ла маркану мучо ночью с концу пара и сутилю observанто атравес дал viejo telescopio кайтернея в каше». Вопрос номер два. «Сара estudió biología en la universidad. Правильный ответ. Б. Фальсо. Водирование говорится. Estudió медицина. Вопрос номер три. La película que inspiró a Sarah y la hizo imaginarse en el aspecto fue, en el espacio, fue Contact. Правильный ответ. А. Verdadero. Водирование говорится. Fue la película Contact, protagonizada por Jodie Foster, la razón por la cual comenzó a imaginarse en el espacio. Вопрос номер четыре. La primera banda en sonar en el espacio fue Coldplay. Правильный ответ. Б. Фальсо. Водирование говорится. Su disco preferido es The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. La primera banda sonora que escuchó en el espacio. Вопрос номер пять. El proceso de selección en la Agencia Espacial duró 28 meses. Ответ. Б. Фальсо. В аудировании говорится, что процесс отбора продлился 18 месяцев. Вопрос номер шесть. Sarah tiene una gran capacidad de trabajar en equipo. Ответ. А. Verdadero. В аудировании говорится. Триумфo por su carácter comprometido, su gran capacidad de trabajar en equipo. Вопрос номер семь. Sarah se siente orgullosa de ser un ejemplo a seguir. Правильный ответ. А. Verdadero. В аудировании говорится. Para Sarah García. Ser un modelo a seguir es un orgullo. Следующие восемь заданий представляют собой тест множественного выбора, когда учащийся должен выбрать один из трех ответов. В данном задании, как и во всех заданиях по аудированию, необходимо внимательно слушать текст. Но, как нам представляется, такой тип задания является привычным для заданий по аудированию на уроках испанского языка. Вопрос номер восемь. Sarah García. García es de... Правильный ответ. León. В аудировании говорится. Sarah es leonesa. Вопрос номер девять. El CNI es un centro de... Правильный ответ. Investigación. В аудировании говорится. El mayor organismo de investigación en España. Вопрос номер десять. Sarah pudo estudiar, gracias a... Правильный ответ. Una ayuda económica del Estado. Вау-Гербини-Габаритца. Primera mujer de su familia en tener estudios universitarios, gracias a las becas del gobierno. Вопрос номер одиннадцать. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a soñar con las estrellas? Правильный ответ. B. Ocho años. Учировник говорится. Solo tenía ocho años cuando empezó a soñar con las estrellas. Вопрос номер двенадцать. ¿Qué atributos de Sarah fueron de ayuda para superar el proceso de selección de la agencia espacial? Правильный ответ. A. Вау-Гербини-Габаритца. Sus conocimientos y su actitud fueron de gran ayuda. Vопрос номер тринадцать. En sus futuros viajes al espacio, Sarah realizará experimentos de... Y nada puedo вставить. Правильный ответ. A. Biomedicina. Вау-Гербини-Габаритца. Realizar muchos experimentos de biomedicina. Vопрос номер четырнадцать. Sarah realizará... Sarah. Правильный ответ. Будет... Más o menos. C. Вау-Гербини-Габаритца. Tiene pensando desarrollar unos doscientos experimentos. Вопрос номер пятнадцать. Siamas lo que haces. И надо было вставить. Nunca. Потому что в аудировании говорится Siamas lo que haces. Nunca será un trabajo. Lexico-грамматический тест. Представляет из себя Text с пропусками. Maksimальное количество баллов За выполнение данного задания Двадцать. Text посвящен покупкам через интернет. Zadanie к тексту. Также является заданием Множественного выбора. Если говорить о его грамматической составляющей, То задания направлены На выявление знаний школьниками Времен глаголов. Есть задания на правильное употребление Нелечных форм глаголов, Предлогов, Неопределенно личных местоимений, А также знания лексики. Правильный ответ C. Finales. Finales del filo bente. По-другому сказать никак нельзя. Пункт номер семнадцать. Вопрос номер семнадцать. Правильный ответ C. Del. Никакой другой предлог Мы вставить с вами не можем. Вопрос номер восемнадцать. Правильный ответ C. De best. Слово best пишется с этой на конце. Вопрос номер девятнадцать. Надо вставить правильный предлог. Por. Нельзя ни para, ни a. Por un producto online. Вопрос номер двадцать. Правильный ответ A. Mercados. Соответственно, да, не подходит ни basares, ни valores. Вопрос номер двадцать один. Innovadores. Aspectos innovadores. Как бы новые, да, новых технологий. Вопрос номер двадцать два. Tatar abuelos. Именно так пишется слово прадеда. Вопрос номер двадцать три. Hacen las compras desde casa, из дома. Вопрос номер двадцать четыре. La venta por catálogo. Раньше такое у меня было. Продажа по каталогам. Даже, собственно говоря, сейчас тоже это существует. Вопрос номер двадцать пять. Los establecimientos virtuales. Другое слово по лексике не подходит нам. Вопрос номер двадцать шесть. Es el acceso a la información. Доступ к информации. Вопрос номер двадцать семь. Realizar transacciones. Осуществлять транзакции. Вопрос номер двадцать восемь. Esta gran ventaja generava. Вызывала. Да, некоторые, некоторые недоверия. Вопрос номер двадцать девять. Incluyendo, включая, incluyendo el número de tarjeta. Вопрос номер тридцать. Los protocolos de seguridad, protocolo de безопасность. Вопрос номер тридцать один. Sobre todo, особенно, да, есть такой у нас союз. Вопрос номер тридцать два. Una gran fuente de posibilidades. Большой, важный источник возможностей. Sin embargo. Это у нас с вами только в таком виде может звучать. Sin embargo. Вопрос номер тридцать три. Вопрос номер тридцать четыре. En especial si te atienden con una sonrisa. Если тебя обслуживают с улыбкой. И вопрос номер тридцать пять. Правильный ответ. B. Ya que esto es algo que Internet aún еще no puede ofrecer. Задание по лингво-страноведению направлено на выявление не только знаний, но и кругозора школьников, наличия или отсутствия интереса к стране изучаемого языка. Хотя в целом они касаются знакомых для школьников тем. Максимальное количество баллов за задание по лингво-страноведению десять. Вспомните, что вы знаете об испанском художнике Франциско Гойя. Личность и творчество этого художника изучается в школе. Вопрос номер тридцать шесть. Какая премия существует в наше время, которое носит имя Гойя? Это премия кино. Ответ. B. Финны. Вопрос номер тридцать шесть. Когда работал Франциско Гойя? Он работал в восемнадцатом, девятнадцатом веке. Правильный ответ. B. Года жизни. Тысяча семьсот сорок шестой, тысяча семьсот двадцать восемь. Вопрос номер тридцать восемь. Кому Франциско де Гойя era pintor de la corte. Ante todo le encargaban pintar. Будучи придворным художником, в первую очередь ему заказывали рисовать портреты. Правильный ответ. C. C. Retratos. Вопрос номер тридцать девять. В нем идет речь об одной из самых известных картин Гойя. El tres de mayo en Madrid. Los fusilamientos en la montana del príncipe Pío. Эта картина касается борьбы испанского народа против вторжения Наполеона. Правильный ответ. A. Contra las tropas de Napoleón. Вопрос номер сорок. En 1815 el pintor Francisco de Goya es procesado por... И надо было вставить la inquisición. Он был привлечен к суду инквизиции. Задание два. Вспомните, что вы знаете о периоде арабского завоевания перенеского полуострова и сохранившихся памятников арабского наследия. Выберите один из вариантов из предложенных. Вы помните, что с 8 по 15 век Испания была под властью арабов. Или мавров, как их называли. Вопрос номер сорок один. Испания sufrió varias invasiones. Совершенно верно. Испания подвергалась различным нашествиям. И надо указать порядок того, какие нашествия происходили на территории Испании. Правильный ответ B. Первыми были римляне, потом варвы, а затем уже мусульмане. Вопрос номер сорок два. Los musulmanes dejaron un enorme patrimonio en España. ¿Cuál de las siguientes cosas no pertenece al legado мусульман? То есть, что не было оставлено арабами в качестве культурного наследия. В данном случае речь идет об алфавете, который является наследием римлян. Вопрос номер сорок три. Los musulmanes introdujeron más de 4.000 términos en el лéxico castellano. ¿Cuáles de las siguientes palabras son de origen árabe? Правильный ответ C. Охалай, алкалдер на ранах. Вопрос номер сорок три. Ла алабра де ганаде е ун кончунто монументал. Лос интерьори де лос паласио снасериес естан рикаменте декорадос. Ла декорацион ре пресента уна мескла де правильный ответ А. Формас геометрикас, элементоз ве гитарес, е инскрипсионис. Дварец аламбра, памятник арабская архитектура, где нет изображений, ни животных, ни людей, ни других любых существ. А вот геометрические растительные рисунки там присутствуют. Вопрос номер 45. La mesquita de Córdoba es uno de los monumentos musulmanes mas visitados. Действительно, мечеть Córdoba, или Córdoba, как ее по-русски некоторые называют, это один из памятников архитектуры, который является памятником всемирного наследия. И он известен своими колоннами sus columnas. Задание на чтение. Предложено два текста. Максимальное количество баллов за это задание 10. Первый текст рассказывает о девочке по имени Ваня, а второй касается севера Испании, так называемой España verde. Вопрос номер 46. Ваня era una niña, правильный ответ, решение. В тексте говорится И кроме того, в тексте говорила, что девочка не была несчастной. Она era feliz. Вопрос номер 47. La profesora llevó a baño, a la óptica, porque... Зачем учить, отвела в магазин óptica девочку? Porque sospechó, правильный ответ C, sospechó que la niña no veía bien. В тексте говорится, un día, la profesora dedujo que la niña no veía bien. Вопрос номер 48. La protagonista era aficionada a, правильный ответ A, recitar poemas. В тексте говорится, recитaba poemas que ella misma improvisaba. Вопрос номер 49. Ваня, en clase, правильный ответ C, no atendía a lo que le decía la profesora. И в тексте говорится, no seguía las reglas que marcaba la profesora. Вопрос номер 50. La niña sentía que sus nuevas gafas, в тексте говорится, se dio cuenta de que esas gafas le impedían ver su mundo ahora. Todo estaba aburrido y sin magia. Правильный ответ B. La transportaban a un mundo sin magia. Вопрос номер 2. Вопрос номер 1. Los pasajes de la España verde es lo que solemos imaginarnos pensando en un viaje a España. Los paisajes. Ответ B. Falso. В тексте говорится о том, что наше представление об Испании это страна солнца, пляжей, моря. Соответственно, это не отвечает пейзажам севера Испании. Вопрос номер 52. El mejor medio para recorrer la costa cantábrica con lujo es el tren. Это правда на ответ a verdadero, что и подтверждается текстом. Вопрос номер 53. Los habitantes de la costa cantábrica de España son los celtas. То есть здесь у нас глагол с вами ser, сейчас кельты. Соответственно, сейчас кельты не являются жителями Кантабрии. Поэтому правильный ответ B. Falso. Жители Кантабрии – это кантабрийцы, кантабрыш, потомки разных народов, в том числе и кельты, по некоторым версиям. Вопрос номер 54. Вопрос номер 54. И последний вопрос номер пятьдесят пять. ¿Se puede realizar el viaje en el Transcantabrico de San Sebastián a Santiago de Compostela o viceversa durante todo el año? Ответ B. FALSO. Потому что это путешествие можно осуществлять только в течение лета, начала осени. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok